На вопрос социологов, чего вы боитесь больше всего, 90% опрошенных ответили ослепнуть. Иногда это бывает так. Человек начинает хуже видеть, у него нарушается периферическое зрение, ограничивается зона видимости и в итоге может наступить слепота. Может, если не узнать об этом как можно раньше. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи, врач-офтальмолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением больницы Ярошевского Ирина Леонтьева. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Если вдруг вы забудете, то режиссер будет показывать этот номер на экране. В студию можно позвонить и задать вопросы, которые интересуют лично вас. Итак, по статистике Минздрава. У 20 миллионов россиян, то есть фактически у каждого седьмого, есть проблемы со зрением. Но вот опять-таки, если верить статистике, еще лет 15 назад такого не было. Что происходит? Каковы причины такого ухудшения глобального? Ну, в большинстве, я думаю, связаны с тем, что мы больше привязаны к гаджетам. Мы пользуемся, они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Мы пользуемся ими каждый день. И, конечно, тяжело соблюдать правила использования. И я думаю, что по большей части эти проблемы связаны с этим. И, конечно же, медицина не стоит на месте. Мы развиваемся, у нас появляются новые методы обследования. И, соответственно, выявляемость заболеваний тоже становится выше. То есть вы хотите сказать, что о каких-то заболеваниях, о которых раньше и не знали, а сегодня оборудование позволяет их обнаружить, и тем самым статистика заболеваний увеличивается? Ну, например, возрастная макулярная дегенерация. Есть оптическая конкурентная томография. Она внедряется и входит в нашу жизнь все чаще. Большему количеству пациентов сейчас выполняется это обследование соответственно, и выявляемость заболевания тоже выше становится. Я думаю, мы сейчас об этом еще поговорим, наверное, поподробнее. А вот какую из оптальмологических проблем вы лично поставили бы на первое место сегодня? Я думаю, что по распространенности заболевание занимает катаракта. Она практически встречается у большинства людей после 40 лет. Уже появляются предвестники катаракты. Пациенты начинают жаловаться на снижение зрения, и чаще всего причина в этом. Это вот мнение специалиста. А означает ли это, что именно с этой проблемой в первую очередь и обращаются к вам жители региона? Я думаю, что больше с жалобами на какие-то дискомфортные явления. Человек же не может, пациент не может сориентироваться и сразу сказать, у меня есть туман, катаракта, возможно, у меня глаукома. Он придет и скажет, у меня слезятся глаза. Или я испытываю дискомфорт при просмотре телевизора. Или, например, иногда у меня появляется туман перед глазами, а затем проходит. И, соответственно, он обращается к специалисту. А там уже мы проводим диагностику, и уже можем сказать, что есть какие-то проблемы со зрением, и как за ними наблюдать. А вы могли бы сразу рассказать об отделении? Нет, вы не успеваете это сделать. Мы сейчас сначала поговорим со зрителем. А после этого уже я повторю вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к доктору. Скажите, пожалуйста, я вот инвалид второй группы в коляске. В 21-м году я лежала в клинике Межинститута и ходила на консультацию к офтальмологу. И у меня признали левостороннего глаза токаракта. Вот скажите, пожалуйста, доктор, как мне поступить? С чего мне начать удалять, не удалять? Как мне в вашу клинику попасть? Да, спасибо за вопрос. Как вас зовут? Таня. Татьяна. Татьяна. Очень приятно, Татьяна. Спасибо за вопрос. Наше учреждение оказывает специализированную офтальмологическую помощь по направлению из поликлиник по месту жительства. Поэтому вам, Татьяна, необходимо обратиться к своему доктору. Возможно, если у вас есть офтальмолог, он проведет первичную диагностику. И если будет необходимость, он вам даст направление к нам в наше учреждение. Вы можете записаться по телефону контакт-центра, который есть в доступе в сети интернет, либо ваш доктор в любом случае знает телефоны нашей регистратуры. А уж каким будет лечение, покажет время, получается? Конечно, покажет время и уже определит наш специалист. И я хотела уточнить, хотя вопрос, наверное, излишний. И Татьяна сказала, что она передвигается на коляске. Конечно же, инфраструктура вашей больницы. Конечно, позволяет. Таких пациентов есть. Да, да, позволяет. Мы принимаем, ну, стараемся принимать пациентов с ограниченными возможностями в первой половине дня, поэтому сотрудник контакт-центра всегда уточнит, нуждаетесь ли вы в подъемном аппарате, потому что у нас здание поликлиники двухэтажное, соответственно, диагностика может проводиться и на первом этаже, и на втором. И у нас есть условия для того, чтобы вы комфортно проводили время в нашей клинике. Ну, а я напомню тем, кто опоздал к началу программы, что сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением больницы Ярошевского, Ирина Леонтьева, и что телефон в нашей студии продолжает работать, 202-11-22, к нам можно позвонить, а мы хотели поговорить о вашем отделении. Да. Наше отделение находится по адресу Запорожская, 26. Мы являемся консультативно-диагностическим отделением, которое оказывает амбулаторную офтальмологическую помощь, плановую, по направлениям из поликлиника по месту прикрепления вашего полиса ОМС. Направление вы можете получить у своего доктора, офтальмолога, терапевта. Любой доктор может выдать вам направление в нашу клинику. Соответственно, имея его на руках, вы можете записаться либо через интернет, либо вы можете позвонить по телефону в контакт-центре, но направление должно быть именно у вас. То есть заранее записать без наличия направления, к сожалению, мы не сможем, потому что система требует номер направления и предварительного диагноза. Это необходимо для того, чтобы вы могли правильно попасть и записаться к нужному доктору. Потому что на базе нашей Запорожской 26 функционирует не только мое отделение консультативно-диагностическое, а также еще глоукомное офтальмологическое отделение, отделение, которое занимается патологией сахарного диабета, лазерное отделение. Соответственно, помощь оказывается специалистами по разным профилям. И для того, чтобы не было каких-то недопониманий, мы просим всегда указать диагноз предварительный, прочитать. Там все написано. То есть вы, получается, первичное звено, ну, первичное после уже направления имеется в виду. То есть ваша задача не лечить, а определиться. Да. Мы учреждение третьего уровня. То есть мы оказываем специализированную офтальмологическую помощь. Мы помогаем докторам справиться с какими-то сложными задачами. Потому что первичное звено все-таки оно оказывает, ну, это то, куда пациент приходит в первую очередь. Со своими жалобами, где ему может уже оказываться какая-то помощь на их уровне, в первичном звене. Если доктор не справляется, понимает, что необходима какая-то дополнительная диагностика, консультация, уточнение диагноза, если, допустим, не хватает оснащения или еще чего-то для того, чтобы поставить верный диагноз, он всегда может выдать направление к нам. Мы выполним диагностику, дадим заключение. И уже исходя из этого, можно будет правильно наблюдать пациента. Я вот вам сейчас задам вопрос на обывательском уровне. Есть такое мнение, что после, может быть, не 20, после 30 непременно у человека начинает падать зрение, и сразу же встает вопрос о лазерной коррекции. Ну вот так ли первое и второе, действительно ли оно непременно с возрастом начинает падать, и всегда ли можно с помощью лазерной коррекции исправить эту проблему? Зрение падает не после 30 лет. Проблемы могут быть врожденными, в детском возрасте выявлены. Есть такие заболевания, как миопия, гиперметропия и прочее. И совершенно необязательно, что зрение может снижаться именно после 30 лет. Ирина Андреевна, перебью вас, послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если сахарный диабет и не делают операцию катаракцию, значит, что, слепнуть или что? Ой-ой-ой, что делать? А скажите, пожалуйста, почему не делают операцию? Ну, они до 12 сахара, когда только делают. А если больше, то не берут они. А почему вы не можете компенсировать сахар? Вы обращались к доктору-эндокринологу? Ну, конечно, я пью таблетки и все. Ну, у меня сахар 13-14. А разрешение на операцию ваш доктор-эндокринолог дает вам? Он уверен, что вы сможете перенести ее? Ну, он так не... Мы об этом не разговаривали, Наталья, эту тему. Но я уже делала на один глаз. При подготовке к операции... Да, мы поняли вопрос. Да. Мы всегда даем пациентам список необходимых анализов и заключений специалистов. Это необходимо для того, чтобы операция прошла без осложнений. И, соответственно, у пациентов с патологией эндокринной системы мы тоже просим заключения специалиста для того, чтобы избежать возможных осложнений. Потому что на высоких сахарах возможны риски получить не тот результат, который мы хотим, и потом еще долго лечиться. Поэтому вам необходимо обратиться к эндокринологу. Если вам дают допуск к операции и обосновывают ваши высокие сахара, то, соответственно, препятствий у вас не будет. Если доктор-эндокринолог считает, что вы пока не компенсированы, значит, к сожалению, нужно заниматься проблемой. И проблема высоких сахаров, сахарного диабета для вас в первую очередь. А потом уже хирургическое лечение глаз. Но вы не сказали, что вариант один слеп, все-таки здесь нужно просто... Нужно компенсировать состояние, общее состояние организма, и уже затем заниматься хирургическим лечением катарактов. Очень надеемся, что с нашей зрительницей так и произойдет, и ей удастся справиться с высоким сахаром. А мы говорили о том, при потере зрения всегда ли может помочь лазерная коррекция. Лазерная коррекция все-таки является косметической операцией. Косметической операцией для того, чтобы снять, избавиться от очков. Чаще она показана людям с близорукостью и хотят избавиться от очков люди с близорукостью, но также и с гиперметропией. И лазерную коррекцию можно выполнять в принципе в любом возрасте. Но я могу сказать, что если вы хотите получить ответы на свои вопросы более развернуто, все-таки надо записаться на консультацию в отделение эксимер-лазерной хирургии. У нас есть специальное отделение. Ну а так в любом возрасте. Но если действительно причина снижения зрения именно в том, что это просто аномалия рефракции и нет других заболеваний, которые могут приводить к снижению зрения. А вот вы сказали, что косметическая операция, чтобы снять очки. Есть также мнение о том, что очки и линзы носить очень вредно, и в том числе и детям? Нет, ни в коем случае. Очковая коррекция должна быть показана, если есть в этом необходимость, с детства. То есть если доктор, офтальмолог рекомендует носить очки, то это нужно делать. Потому что если не пользоваться очками, может развиваться, возможно, все слышали, да, ленивый глаз — это амблиопия. Если недостаточная коррекция, соответственно, глазик начинает плохо работать, нет фокусировки изображения там, где нужно, в том месте на сетчатке, где это необходимо. И, соответственно, в будущем, когда человек, например, уже в более сознательном возрасте захочет лучше видеть, то эффект будет не таким хорошим ни от очков, ни от лазерной коррекции. Поэтому носим очки. Но при этом, ну, я сейчас про взрослых людей говорю, очень многие, начав носить очки, уже совсем не могут без них обходиться, даже там, где, в общем, может быть, и не обязательно было бы их назевать. Вот об этом, видимо, речь, о привыкании и нежелании глаза работать, как раз таки. Картинка формируется в головном мозге. Наш головной мозг привыкает видеть мир хорошо, и поэтому, когда вы снимаете очки, соответственно, адаптация происходит не сразу. И поэтому кажется, что при первых, там, минутах, что все плохо, и вы ничего не видите, и гораздо хуже, чем было до, но вы уже не помните, что было до, потому что вы носите очки, вы хорошо видите, вы живете полноценной, качественной жизнью, и зрение не ухудшается. Понять, ухудшается зрение или нет, можно только на проверке у доктора. Если вы пришли к офтальмологу, вы сравниваете результаты вашего исследования спустя какой-то промежуток времени и отмечаете, есть у вас изменения какие-то по диоптриям, по снижению зрения или нет. Если нет, то вы видите так же просто, вы видите хорошо и не хотите видеть плохо. Мы сейчас на минуту покинем студию, узнаем, какие события произошли в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. Затем вернемся, и вы по-прежнему сможете позвонить по телефону 202-11-22 и задать вопросы офтальмологу Ирине Леонтьевой. Диспансеризацию прошли около миллиона жителей региона. По итогам осмотров у почти 27 тысяч человек диагностировали болезни системы кровообращения. На грани заболевания больше 117 тысяч. Почти 679 тысяч человек имеют один или несколько факторов риска. Бесплатные исследования доступны всем. Принято решение о строительстве хосписа в Самаре. На этой неделе в областной столице побывала директор Центра палеотивной помощи Анна Федермессер. В регионе в палеотивной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей. Медучреждения Самарской области начали подготовку к осенне-зимнему сезону. От гриппа планируют привить более миллиона 800 тысяч жителей. От COVID-19 свыше 50 тысяч. Прививочная кампания начнется с осени. Врачи Самарского кардиодиспансера освоили методику коронарного шунтирования сердца через маленький разрез. Более 90% выполняемых в мире таких операций проводятся с открытым доступом на остановленном сердце. Новая методика уменьшает травматичность, значительно снижает болевые проявления, ускоряет восстановление и улучшает косметический результат. В подразделении Шигонской больницы выполнен капитальный ремонт. На сегодняшний день ведутся наружные работы. Помощь пациентам в обновленных условиях продолжат оказывать две медсестры и санитарка. Врач приезжает в поселок по графику. Мы продолжаем программу и беседуем о здоровье наших глаз с врачом-офтальмологом больницы Ирошевского Ириной Леонтьевой. Я бы хотела сейчас немного изменить ход обычной нашей программы и вот прям сразу начать говорить о профилактике, потому что часто бывает, что обсуждая проблемы, мы просто не успеваем поговорить об этом. А это, наверное, действительно очень важно, потому что, например, в докладе Всемирной организации здравоохранения утверждается, что 80% всех проблем с глазами можно предотвратить или вылечить, и для этого нужно лишь регулярно посещать офтальмолога и помнить про меры профилактики. Вы знаете, что касается врачей любого другого профиля, наверное, никому не удивительно, что надо, например, женщинам раз в год посещать гинеколога либо людям посещать терапевта, гастроэнтеролога. А вот то, что нужно раз в год посещать офтальмолога, это как-то немножечко не укладывается. Так вот, надо и раз ли в год или чаще, если нет никаких проблем? Конечно, надо. И я бы рекомендовала раз в год, если хотя бы один раз, первый раз, обратитесь к офтальмологу, посетите его, своего офтальмолога по месту жительства, туда, куда у вас прикреплен полис. У вас в любом случае есть этот доктор. Там вам проведут базовую диагностику, вы узнаете состояние своего зрения. И уже исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы, сколько раз вам сходить к доктору. Можно ходить каждый раз, каждый год, но это даже важно, полезно для своего же здоровья. Ничего плохого в этом нет. Если же выявляются какие-то хронические заболевания, то частота посещения офтальмолога уже определяется самим доктором. Потому что, например, заболевания, такие как глоукома, требуют ежеквартального посещения врача. Какие-то еще серьезные хронические заболевания, например, двух раз в год. Если же у вас все хорошо, есть какие-то возрастные изменения, то одного раза в год будет вполне достаточно. И особенно следует обратить внимание людям после 40 лет. Измерение внутриглазного давления и проверка остроты зрения, если вас ничего не беспокоит. А, соответственно, если есть жалобы, то, естественно, не откладывать визит к врачу в долгий ящик и обращаться, как только они появились. Тем более, что внутриглазное давление – это не аппарат на руку, который можно надеть и проверить. То есть самостоятельно это проверить невозможно, правильно? Да. Ну, существуют аппараты портативные, такие, которые вы можете приобрести и измерять дома, например, как Ikea Home. Но, во-первых, это требует обучения. Во-вторых, в связи с некоторыми моментами, возможно, их ограниченная продажа сейчас, на данный момент. И как бы не всем под силу, это в том числе и по ценовой категории. Поэтому всегда можно прийти на прием. Также существует диспансеризация, в ходе которой... Так, ну, эту диспансеризацию вы можете пройти в своих поликлиниках, там проводятся определенные... в определенные года людям, измерениям внутриглазного давления. Это один из этапов диспансеризации. Ну, я думаю, что наши зрители уже хорошо это знают, потому что мы часто говорим о диспансеризации. А вот вы уже начали говорить о том, что у вас в вашем отделении шикарное оборудование, вот такое слово употребляю. Какие методы диагностики на сегодняшний день все-таки самые эффективные? Базовая диагностика у нас проводится с применением станции, автоматической станции, в которой проводится проверка зрения. Это первое. Также пациент садится в кресло, в удобное. Ему проверяют рефракцию с помощью авторефрактометра. Выставляют линзы, соответственно, этой рефракции и как бы проверяют остроту зрения с коррекцией. Он сидит, не встает. Также ему там же в кресле проводится бесконтактная тонометрия. Потом пациент отправляется к доктору, где он может делать дополнительные назначения. Например, ультразвуковая диагностика глаза, биометрия, расчеты ИОЛ для операций, оптическая когерентная томография, осмотры с различными линзами, проведение лазерных лечений сетчатки, глоукомы. То есть нет ни одного уголка глаза, куда бы не могло заглянуть современное оборудование. Да. А вот в сети можно увидеть много различных советов по поводу гимнастики для глаз. Ваше мнение, как это работает и какой возлагатель слишком большей надежды на это? Гимнастика для глаз снимает лишь напряжение. Она не улучшает зрение, но улучшает кровообращение в области глаз и расслабляет мышцы. Это субъективное ощущение. Если вы устали, допустим, долго сидите за компьютером, конечно же, нужно выполнять обязательно эти упражнения. Потому что не все соблюдают гиену зрения. Мы можем сесть за компьютер и по два часа проводить. Боюсь, что почти никто не соблюдает. Когда нужно отдохнуть, через 15 минут, например, хотя бы встать, подойти к окну, посмотреть вдаль, на точку дальнего зрения, расслабить мышцы. Ну нет, это слишком сложно. Ну хотя бы зажмурьтесь на 5-7 секунд, сильно зажмурьтесь и потом расслабьтесь. И так повторите 5-8 раз. Ну вы почувствуете некоторое облегчение. Ну гимнастика для класса имеет место быть, безусловно. А еще говорят, что рядом с компьютером нужно ставить кактус и время от времени смотреть на него. Ну только если с эстетической целью. А есть ли продукты, полезные для зрения? Конечно. Продукты богатые... Вот у тебя морковь сразу же сейчас назовут. Нет, моркови нужно съесть очень много. Черники тоже, чтобы получить эти необходимые вещества, газы, аксантины, лютеины, антиоксиданты, все, что это есть, в большом количестве нужно употреблять. Ну просто правильное питание. Омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. Ну это стандартная рекомендация правильного питания. Это необходимо для нашего всего организма. Но употреблять в пищу необходимо рыбу, овощи, большое количество овощей. Ну и, соответственно, по назначению врача можно принимать биологически активные добавки. Но они зрение не исправят. Не исправят. Хорошо. Скажите, а что... Вообще можно ли ответить на этот вопрос? Что вреднее для глаз? Компьютер, мобильный телефон или телевизор? Все. Если вы не соблюдаете правила использования этих гаджетов. Телевизор я бы рекомендовала просматривать все-таки не лежа, а сидя, не под углом. Потому что во время просмотра лежа под углом вы, естественно, напрягаетесь. И необходимо все-таки какой-то источник света рядом включать, чтобы это была не полная темнота. Давайте попробуем успеть ответить еще на один вопрос зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, кто может обратиться для базовой диагностики в больницу Ярошевского по направлению места жительства или просто так можно прийти, записаться на базовую диагностику? Спасибо за вопрос. Да, вот мы говорили, но, видимо, надо еще раз. Еще раз повторим. На базовую диагностику мы можем записать пациентов при наличии направления из поликлиники по месту жительства в рамках ОМС по телефону либо через интернет. Или вы можете записаться на базовую диагностику, не имея направления за личные средства. У нас также функционирует отделение, принимающее по платным услугам. Ирина Андреевна, вот доктор Синельников, книгами которыми многие на самом деле увлекаются, утверждает, что проблемы с глазами вызывают такие негативные эмоции, как агрессия, злость, гнев. И еще он советует никогда не говорить фразы типа «глаза бы мои тебя не видели», «я тебя ненавижу». Ну, так как на энергетическом уровне это плохо влияет на зрение. Вообще, как вы к этому относитесь? Ну, если человек в это верит, то это может вполне себе влиять на уровне того, что он будет подсознательно думать, что, употребив эти выражения или какие-то фразы негативную энергию, у него будет снижаться зрение. Но на самом деле большую роль все-таки играет стресс, наверное. А негативные эмоции, злость и прочее – это же все-таки какие-то предвестники стресса, часть стресса, какое-то его составляющее. Поэтому возможно, что в какой-то степени да. Ну, если кто-то скажет вам эти фразы, не нужно верить. Ну, во всяком случае, это точно ничего плохого за собой не понесет. Ну, и уже буквально завершая нашу программу, давайте как-то попробуем очертить, что ли, круг таких задач. Как нам сохранить свои глаза здоровыми как можно дольше? Мы, понятно, с вами сейчас об этом, в общем-то, и говорили. Но, может быть, завершая какие-то конкретные советы. Посещать офтальмолога, если у вас появляются какие-то жалобы, дискомфорт, не откладывайте это в долгий ящик. Соблюдать гигиену зрения. Если вы пользуетесь, ну, старайтесь меньше пользоваться телефонами, читать книжки в телефоне. Если все-таки это неизбежно, убавляйте яркость. Включайте свет. Также берегите своих близких, следите за ними. Если ваши близкие жалуются вам на то, что у него есть проблемы, обратите на это внимание и помогите ему обратиться к врачу. А проблемы, например, вот что? Снижение зрения, мушки перед глазами, молнии, которые внезапно появляются. Туман. Туман, которого никогда не было, но он появился. Ну, я думаю, что это советы на самом деле несложные, и всех нас ждут здоровые глаза. Благодарю вас, Ирина Андреевна, за это беседу. Спасибо большое. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова